Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами Протерия Кирилл Иванов, канал «С Папом обо всем» и «Мысли на каждый день». Сегодняшнее евангельское чтение, четвертое зачало от Марка, 1 глава с 21 по 28 стихи, рассказывает нам о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в синагогу и там учил и исцелял. И вот сказано, что в синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и скричал «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назорянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Игнатий Брянчанин говорит, что одержимость бывает двух видов. Одержимость телесная, обычно мы так и представляем себе одержимых, что они не управляют своим телом в период одержимости и совершают какие-то нелепые поступки. Но вот Игнатий Брянчанин говорит, что одержимость бывает не только телесная, как вот в этих случаях, но и нравственная. Действительно, каждый раз, когда мы совершаем какой-то грех, мы выполняем волю дьявола. То есть оказываемся в его власти. Творим не то, что мы хотим, не то, что мы желаем, а то, к чему нас склоняет дьявол. То есть каждый раз, когда мы совершаем грех, мы оказываемся одержимыми. И вот Игнатий Брянчанин говорит, что каждый из нас в той мере, в какой он подвержен греху, своим страстям, своим порокам, он является одержимым. Вот в связи с этим вспоминаю одну историю, которая случилась в 90-х годах с одной моей знакомой, которая пришла к батюшке в храм, который совершал отчитку. Она должна была ему что-то передать и ждала, когда закончится отчитка. Когда она пришла, как раз вот была отчитка. В храме стояли бесноватые, батюшка молился на Амвоне. И бесноватые кричали, кто мычал, кто орал, кто лаял, кто выл, кто еще что делал. И вот она, чтобы не смотреть на все это, пошла поближе к Амвону, чтобы поближе быть к батюшке и не видеть все то, что там творится в храме. Стоит у Амвона и думает, говорит, пришел ко мне такой помысл. Со мной-то ничего не происходит. Значит, у меня все хорошо, слава богу. И вот батюшка к ней поворачивается. Видно, батюшке Господь открыл ее помысл. Батюшка к ней поворачивается, смотрит ей прямо в глаза и говорит, не бойся бесов кричащих, бойся бесов молчащих. И вот он говорит, я испугалась, у меня даже мурашки по коже пошли. Вот, дорогие братья и сестры, и мы с вами не будем бояться бесов кричащих, а будем бояться бесов молчащих, которые тихо, молча сидят рядом с нами, или может быть даже у нас, и совершают свое дело, а мы, не замечая этого, творим их волю. Дай Бог, чтобы мы творили волю Божию. Храни всех, Господь.